МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ленина Васильевна, вот скажите, пожалуйста, с одной стороны, каждая из нас видит толпы ребятишек на детских порчатках, люди, вы знаете, на нестекающую очередь в детские сады. С другой стороны, мы читаем такие заголовки сад, что Карелия обменирована. Официальная статистика, она ускорения стать, говорит, что с 12-15 года на Карелии сократилась численность населения на 9 тысяч человек. Сейчас знаешь, что стоит 30 тысяч. Вот в масштабах рисунки вот эти 9 тысячи тысяч. Много это или мало? И как это можно вам поцелить? Ну, безусловно, когда мы смотрим в детских порчатках, мы видели в детских порчатках и Карелия, они достаточно малочисленные рисунки, и это все становится вкусом. Кажется очень измышительным, и должна выжать определенную тревогу процессов народа сбереживания. В детских порчатках и должны говорить о народе сбереживания. Ну, когда мы проводим анализ в детских порчатках, мы все-таки понимаем, что это не капустрафичная ситуация, это однозначно. Потому что, если брать вот этот период временной этот интервал, который мы назначили, там есть и трудовая миграция, потому что они все прекрасно понимают, что этот период, когда останавливали большие предприятия, естественно, молодые люди воспользовали свои возможности и эффекты для любого устройства в других регионах, это не значит, что они всегда уже никогда не займутся. Единственное влияние этих процессов в обществе, которые называются демократическими процессами, это граждаемость и смертность. Если у нас в целом с 11-го года по текущей период произошел такой рост рождальностей, то при большом росте смертности был принят целый комплекс мер, и мы видим, что литература сегодня у нас смертность покрощается, и особенно в период текущего года показалось, что у нас такой рост рождальностей стабильности после трёх месяцев, да, и снижение смертности в месяц-одмесяц. Это ещё пока рано делать таких выводов всего процесса, но вот такая тенденция сейчас чуть-чуть слеет. Мы проанализировали очень внимательно все демографии, и сегодня самый положительный момент это увеличение суммарного, то есть центра рождения, а это количество рождённых детей на женщину с сильного возраста, то есть, так скажем, способный родить. Вот этот показатель в любом офисе должен превосстать 2, тогда это развивающийся офис. А у нас этот показатель был очень низким. Он с трудом доходил до 1,4,5, но сегодня это идёт практически 1,8, идёт такой рост, несмотря на всё это не очень положительный теперь. Хотя это не позволяет нам успокаивать, потому что снижается количество поинственных для родного возраста. И, кстати, вопрос, да, сколько у нас молодой или старой республики, у кого больше? Мы сегодня все-таки добились достаточно позитивных двигов по увеличению продолжительности жизни. Мы же не достигли, конечно, уровня европейских стран, и уровня и так далее, но, все-таки, не сохраняем вот официальная продолжительность жизни среднего мужчины и женщины это, короче, 70 лет, 69 лет. Это Россия или Корея? По России чуть повыше на 30 лет, но мы это сохраняем, главное, что у нас сохраняется по развитию жизни. И количество, доля людей старших любописпособных на возраст, республика очень высотка, но сегодня, конечно, и практически это говорит о том, что вот эта популяция закрывается в обществе, сегодня старейцы. Как бы это ни обучало, как бы это ни обучало, но сегодня, так, у меня увеличилась продолжительность жизни жизни, мы их состариваем. Сегодня количество детей, то есть это, густически, называется, на сегодня младше предиспособного возраста, то, что мы называем детьми, оно, к сожалению, тоже не далеко. Северо-Запады, порядка 17%. Скажите, что о том, что вы говорите, Россия списывает в общем-то, что они уникальны местные вот эти вот цифры, и вы же как-то выгодились, по-другому, по-другому, по-северо-западу, или по-преграничному. По-северо-западу, мы однозначно, мы находимся в основном таком тренде, потому, что пока проблем не существует по всем регионам северо-запада, может быть исключением самого Санкт-Петербурга, тенденция демократии. Хотя у нас тоже сейчас есть и позитивные люди, и тревожные ситуации. Например, сегодня мы константируем ситуацию, когда молодая семья принимает решение, о том, что в них появляется ребенок, отсрочно. Они пытаются профессионально себя реализовать, обеспечить себе какую-то экономическую базу, и рождение первого ребенка отсрочено, и у нас снизилось количество серых рожденных, при этом значительно увеличилось количество рождений вторых и третьих исследователей детей. Это семья, которые в большинстве социумательные дети были, и должны приехать в такие семья. Скажите, пожалуйста, если возвращаться к Арене, то посмиренность и люди все-таки больше за счет того, что люди уходят из беды, или они утизают с публикой, и с политикой. Миграция сегодня пока не оказывает значительное воздействие, на республике, потому что разница есть небольшой, если я хочу сказать, что в Союзе, например, разница там меньше десяти чем-то век, как и бывают в республике, так и прибывают. Они сегодня уравновешны. Вот тот период, о котором мы в самом начале говорили, когда уезжала на 7000 человек больше, чем приезжала, на самом деле, как бы не оснащились с этим процессом, но сегодня примерно одинаково уезжают и приезжают, и так было всегда. Кто-то уезжает на учебу, одновременно к нам приезжает на учебу, кто-то уезжает на работу в другой регион, но и сюда тоже приезжают все приезжают. Пока сегодня по возрастам, приезжает достаточно большая доля людей уже, ну, старшего возраста, не что-то беспособного, но старшего возраста. Очень активно они участвуют в программе переселения на три регионы, и с отечественниками, в том числе, причем приезжают люди достаточно высоким уровнем оборудования, с умениями, людьми. То есть вот эти процессы сегодня принципиального значения не имеют. Наша задача сегодня не просто увеличить разбойность, нам надо еще увеличить продолжительность жизни и качество и улучшить эту жизнь, и тогда мы можем сомневаться и генебрифического процесса, потому что мы не можем какую-то одну часть реализовывать, за духом от других. Тогда мы просто потеряем ту ночь. Вот то, о чем я не говорила, о женщинстве сильного возраста. И сегодня у нас произошло снижение, ну, это неестественно. Женщина с 15 до 49 лет, вот эта коголька. Женщин сегодня снизилась, значительно снизилась. Через два-три года в этот возраст пойдут девочки, которые качественности истинства меньше. Поэтому мы не можем вот этот, так скажем, спад демографический восполнить только увеличением продолжительности жизни, качественности жизни. То есть, вообще, скорее, я сегодня умираю, середину этих веществом нейтральных людей. По сути своей, при том, что проблемы мы все знаем, и проблемы существуют, и нас надо решать, и решать комплексно. Сегодня говорили о том, что только здравоохранение может вредить на эти ситуации, это комплексные проблемы. или бабушка, насколько, скажите, источник жизни на опыте, как? Понятно, мы сейчас можем говорить только про экономику, ино-социального поддержки, иностранного, как иностранного сфотографироваться, стать мамой? И никак можно родить, хотя бы против, спаслое, а в личную сфотографию, что иностранную сфотографию, иностранную сфотографию, Фунги, финансовое состояние семьи, всегда бывали семьи разные, и мотивация в совсем недалеком прошлом, она в целом полностью вид, даже на детьми, она была в приоритете, может быть, тогда мы были все, я имею в виду наше период общества, не так ориентированы на свою искусственность в судьбе, сколь на искусственность в семье. Наверное, мы вот где-то потеряли воспитание ценности семьи, потому что дальше человечество не может продлевать, и для него не будет продолжения роста. Сегодня, конечно, уже надо, опять же, комплексно решать эти проблемы, воспитывать культуру семейной жизни, культуру, если хотите, и в том же взгляд, 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 взгляд. Сегодня мы об этом просто очень скромно всегда говорили, но сегодня практически полчаса четыре мужчины, наверное, за этот год, обратились к нам за реализацию своей потребности наличия ребенка, то есть некоторые люди, которые заболевали или использовали свои возможности для статистико-корпорального обсуждения, потому что со стороны СССР, и они уже не позволяют. Здесь есть еще одна большая... А как вы говорите? Вы уже уже подставьте. Да, но все равно есть ограничения вот по возможности замашками беременности, конечно, если она может в любом возрасте принять это решение, но мы там отправляем из-под показаний, которые есть. И есть еще вторая вещь, на которую можем повлиять уже сейчас, это сознательное кризисное беременности. Это достаточно большая категория дисциплинации. Мы создали кризисное центро, то есть все женские инфекции. Практически больше 85% женщин, которые входят при принятии с семьей при логарной беременности, сознательно, не по медицинскому состоянию. Они проходят через эти кризисные центры, и нам удалось собрать минимум больше 240 беременности, которые родили сессии, и мы сопровождаем этих женщин. То есть они родились не для того, чтобы безбросимыми, а мы сейчас воспитываемся в силе, если это очень хорошо. Практически две с половиной тысячи годов прерываются по решению женщины. Ну, безусловно, семья не принимает решение либо по медицинам страны, это первое решение, это один месяц женщины, по медицинам. Здесь много ответов. Это не честно, что все две с половиной тысячи детей родились, потому что где-то произошли какие-то там поведенческие вещи, где-то случайности, и более. Это говорит пока сегодня на достаточно высоком уровне культуры сохранения здравоохранения. И, верно, и нравственные проблемы здесь поднимаются очень глубинными, потому что мы этим вопросом занимаемся очень директантно. Ну, это тоже. Была такая инициатива, что предлагалась деньгами поддерживать как-то ликвидкий капитал, в таком количестве людей, но тем не менее, чтобы женщина сохранила таких нежелательных детей, поддерживать своим директантом, в том, что она потом ожидает в этих ребенка все-таки, но отдали все. Либо в приемные снижения, либо в какой-то сниженской системе и так далее. Как вы такие нервы? Я говорю, что они будут стрельбы, а в принципе, как инициатива, Ну, а что может такое? В принципе, это некое такое подобие суроговного материнства, только без определенного заказчика. Государство издачное, заказчика для всех ребенков. Какое-то этаж времени, насколько там это нравственность, дезературно, это очень тонкая материя такая, и у каждого человека это свое, потому что это не будет так попроще. Ну, я думаю, что это, наверное, меньше издал, нежели, ну, люди, люди, люди со своими именами, и все равно, люди получаются жизнью. Поэтому, может быть, это духом. Может быть, это был духом для многих женщин, которые сегодня принимают решение целых, всяких жизненных условий, оказаться в беременности. Я думаю, что для многих это мучительница вообще. Для кого-то это очень легко решается, в принципе, для многих это просто мучительный процесс принятия взрослений, может быть, на какой-то период развития нашего общества это было бы спасительным решением. Но не навсегда, конечно. Потому что иначе это превратит, в такой специальный эффект, не очень великим, что этот ребенок должен родиться, для ребенка. Конечно, конечно, есть очень комкие такие нюансы, но для, может быть, сегодняшних ситуаций, какой-то период развития. Я бы даже, наверное, согласилась с таким миром, и ребенок должен родиться, и должен воспитываться в любви. У нас очень много, у нас очень много семей, которые сегодня готовы принять ребенка, а таких маленьких постановляют очень охотно, и дети растут в полноценной семье, мы же сейчас практически приходим от такого понятия, как детский дом. Потому что ориентируемся на семейную форму расширения. Это не обязательно усыновление. Усыновление – это очень сложный процесс для любой семьи. Есть разные формы. Есть опека, есть семейные воспитательные группы. Самое главное, что ребенок должен вести в семье и понимать вот этот социум, институт, как он дальше строит свою жизнь. Мы же прекрасно понимаем, какие проблемы возникают у детей, которые не ловятся с публиками. Да, это одна из сложных проблем, когда они возрастают практически, изменить модель жизни очень сложно. Василия Васильевна, ты начиналась с того, чего мы начали – статистика демократии для дома. Скажите, есть ли какие-то прогнозы, невозможно какие-то механизмы вычислить, которые однажды, через 5-10 лет, позволят Карелии сбалансировать свое чистое заселение и все, которые пришли за тех приход, которые будут на одном месте? Ну, это абсолютно не утопли. Это абсолютно реальные вещи. Для этого должны произойти только несколько процентов процессов. У нас должен быть суммарный коэффициент расследовательный техпорядок один недель, да, зависит от медицинга достигнута, это не катастрофа, и мы должны увеличить продолжительную жизнь до 70% процесс. Но при этом мы понимаем, что это должно быть качество развития. Это очень большой процесс, это отдельная исключенная история жизни людей, какой образ жизни вести, какие-то единственные должны быть планеты, в каком экономическом обществе должны жить люди, какой социум будет. То есть, это очень большой процесс, громадные, многосторонние, многофактовные, но это совершенно реальная вещь. Совершенно реальная вещь. Говорить сегодня, что у Карелии нет перспективы сохранения своих жителей, своих корней, своих традиций. Вообще, Карелии как республики это был абсолютно неправильный вид, но для этого мы должны совершать очень серьезные поступательные грешения, и мы должны вот тот план, который утвердили по демографической ситуации, в котором участвуют все эти все отрасли, не только там здравоохранение, образование, культура, все практические у нас там участвуют, это большущий комплекс медоприятий, они должны быть уникальными. Люди должны жить долго, они должны жить максимально постоянным качеством, на своем самочувствии и социального, и физического, и дети должны не расстраиваться в пиндачу, но это совершенно реально. В целом, это просто будет строить оборудование для кредитов. Спасибо.